О, какая громадина! Ой, какие вам какие-то красивые! Если у нас будет одна плохо открываться, то мы просто потом переходим на вторую и пользуемся еще какое-то время. Вот результаты вчерашней работы. Доска бьется, странно. Все, сейчас напилю и сниму с них шкуру. Включаем станок. Сейчас будет шумно. Не будет. Что будет в таких микро-травмах? Потому что... Карандаш купал. Это же ужас! Ой, ой, этот моржан! Эти твари, они ничего не боятся. Какова укрывистость краски? 0,5. Да, вот видите, какая бяка. Липкая бяка. Привет! Это вторая серия того, как я строил деревянную пристройку к нашему дому. Вот она. Что же произошло со времени моего отсутствия? Как вы помните, в прошлой части я поставил стены и крышу. Вот эти. Если вы не видели предыдущий ролик, обязательно посмотрите. Ссылка вот здесь. Вы, наверное, уже обратили внимание, что здесь и есть окна. Окна в пол. Окна установила моя мама. Не сама, конечно. Она заказала бригаду, которая приехала и установила эти стекла в пол. Вот они. О, какая громадина. Ой, какие вон какие-то красивые. Так, снизу вот там такая дыра, она запенится. Тут будет отлив для подоконника, а внутри будет подоконничек. Ну, это первое большое окно. Красиво, конечно, будет очень. Вот и четвертое окно вставили. Вон, какая красота. Вообще чудо. Я, конечно, контролировал этот процесс. Ну и смотрите, что получилось. По-моему, очень даже неплохо. Во многих компаниях по умолчанию пытаются добавить здесь такую жуткую планку, разделяющую. Потому что они считаются, что будет не очень жесткая конструкция. Но у нас в основном окна, вот здесь, например, не открывающиеся. Поэтому, я думаю, все равно вот так никуда она не ходит. Это того стоит. Панорамный вид. Это прекрасно. Давайте посмотрим, что там внутри. А вот так все выглядит внутри. Здесь длинное окно. Здесь у нас будет кухня. Кухонный гарнитур. Ну, сверху, возможно, здесь будет несколько шкафчиков. Здесь место для газового котла. Газ проведут скоро. Обещают провести скоро. Первое панорамное окно. Оно глухое. Ну, здесь выходить не надо. Центральная створка. Это тоже окно, но открывающееся. Обратите внимание. Вот так. И мы выходим в сад. Здесь обычно стоит бассейн, но в этом году его не поставили. И вторую дверку сделали тоже открывающейся, потому что... Во-первых, для симметрии, потому что, обратите внимание, когда дверь открывающаяся, она чуть ниже. Она начинается чуть ниже, чем, например, вот это окно. Ну, то есть, вот, почему я решил сделать две, предложил. Потому что вот эти вот петли, там, они расшатываются, и потом дверь может плохо открываться. Вот. Если у нас будет одна плохо открываться, то мы просто потом переходим на вторую и пользуемся еще какое-то время. А потом меняем окно, наверное. Одно окно для проветривания. Смотрите, какую штуку здесь сделали. Вот так. Больше оно не открывается. Это как фромуга. Ну, и на этой створке тоже еще одно открывающееся. Одна створка правая открывающаяся, левая цельная. Кстати, здесь тоже можно выйти. Ну, выйти здесь могут только очень тонкие люди. Надеюсь, я выйду. Потом здесь предлагаю сделать такую террасу. И можно будет прямо из окна выходить в любой момент. Давайте начнем все-таки с ошибок, которые были допущены при строительстве в прошлом году. Я посчитал, что недостаточно сильно я укрепил вот эти вот стойки. Боковые стойки вместе со стропилами и стропильной системой. Вот. Также недостаточно, мне показалось, крепость крыши, конструкции крыши. То есть, стропильная система именно к дому зафиксирована не очень надежно. Просто на саморезы. Вот. Я хочу сейчас это сделать все шпильками, скрепить, чтобы все было очень надежно. И моим родственникам не обрушилась крыша на голову. Мои шпильки. А какие планы на это лето 2021 года? Я хочу прежде всего облицевать снаружи дом деревяшками. Буду делать в американском стиле такой елочкой. Вот. Собственно, сейчас я сижу вот на этих досках. Это именно для того, чтобы обшить дом снаружи. Смотрите, какие они шершавые. Обработка с лесопилки оставляет желать лучшего. Какие неровности. Конечно, такое качество меня не устраивает. Поэтому был приобретен вот такой станок. Первое, что я попробовал обработать на нем, это вот такой брусочек. Сначала он выглядел вот так. Она почти идеальна. Вот когда ты обрабатываешь вот такие маленькие деревяшки, это вполне себе классно. С ними он справляется на ура. Вот. Но когда большая, она под своим весом тянет. Мы вдвоем ее пытались тянуть с мамой. И получаются неровности. Она немножко даже застревает в этом станке. Поэтому мной было принято решение сначала разрезать под нужный размер, напилить их. И уже такие короткие обрабатывать. Это будет гораздо легче. И станок не выйдет из строя раньше времени. Но вы, наверное, спросите, а что же со внутренними стенами? Чем ты будешь, Данил, обшивать внутри дом? А вот чем я буду обшивать. Это имитация бруса. Но она гораздо дороже, чем те доски. Но она уже сразу ровная. И можно в пазы ее вставлять. Ой, сорян. Второй день. Что мы делаем сегодня? Сегодня мы полдня провели за тем, что ездили по магазинам. Покупали целый список товаров. Основное, что нам мешало продолжить строительство, это отсутствие вот таких скоб. Наш польский друг Марьян сказал, что эти скобы просто необходимы для того, чтобы закрепить снизу брус. Иначе все развалится. Не знаю, насколько это правда, но я смотрел строительство каркасных домов, и там не было таких скоб. Но мы решили перестраховаться и купить эти скобы. Теперь будем их забивать. А я в это время приготовила раствор бордосской жидкости. Сейчас я проверю, правильно я приготовила или нет. Надо гвоздь, железный гвоздь, опустить в эту жидкость. И если он будет медный, то значит раствор приготовлен правильно. Ну как ты считаешь, Данил, он стал медным? Нет, так ему, наверное, держать надо очень долго там. Не за одну же секунду он станет. Может быть. И потом буду опрыскивать фруктовые, ягодные кустарники, деревья, для того, чтобы не было всякой парши, тли и другой гадости на деревьях, которая сжирает нагло наши плоды. Будем считать... О, по-моему, нормально. Посмотри, медный? Не вижу, чтобы он был медным. Неважно. Эксперимент не удался. Мне кажется, чтобы он стал медным, нужно, чтобы он пролежал целые сутки хотя бы. Да, но надо эту бордосскую жидкость сразу использовать. Ну а я буду забивать скобки. Кувалда. Бетономешалка. Мешает бетон. Сначала немножко наживим. Тяжело. Не обращайте внимания на то, что оно выпирает, но у меня будут здесь речки, на которые уже будет прибиваться финишная отделка. А в это время? Мама, какими химикатами вы поливаете растения? Все, тут кальций, магний и куперос медный. Кошмар. Но эти твари, они еще не боятся. Мы садоводы, мы любители, да. И сожалений горьких нет. А мы садоводы любители. И с высоты вам шлем привет, привет, привет. Так вот, качаем и пошли. Вот на этой вишне, ох, как они ее любят. Вы знаете, это даже немножко увлекательно. Посмотрите, все скобки забиты. Вот, здесь пришлось прорезать, прошу прощения за такой страшный вид. Дело в том, что прорезу нужно было делать бензопилой, но у меня ее нет. У меня есть только циркулярка, поэтому пришлось вот так вот, ну, к сожалению, так неаккуратно вышло. Уж простите. Горизонтальный брус с этим горизонтальным. Решил связать еще вот такой скобкой. Напишите в комментариях, можно ли так делать или нет. Наверное, должно быть достаточно. Тем более, у нас есть еще такая вот вертикальная жесткость. То есть, два бруса, стоящих рядом. Сверху они тоже связаны с... Ну, все вместе связаны вот такой доской с сороковкой. Теперь можно обшивать снаружи дом. Поехали пилить. Ну что, приступим к отделке фасада. Я отрезал такие планки. Сейчас мы будем прикреплять их к фасаду. Я прибиваю первую планку отделки стены. Все, пошла отделка. Пробуем обрабатывать древесину. Смотрите, какие они неровные. Сейчас. И какими они будут после обработки. Идеально гладкая. Сегодня много сделать не удалось. Я кое-где укрепил каркас с помощью шпилек. Вот эта шпилька. В конце дня распилил одну доску, сороковку. И на эти бруски, так называемые, мы будем крепить имитацию. То есть, сначала закрепляется на фасад. И поверх уже идет имитация. Самое важное, чего не хватает, это утеплителя. Поэтому я не стал сегодня вскрывать. Я хотел вскрывать потолок для того, чтобы обновить там утеплитель. На самом деле, там нам строители сделали ужасную работу. Во-первых, они засунули туда большую часть. Это десятку всего лишь утеплителя. Для Урала это очень мало. В тех местах, где не хватало этой ваты, они напихали туда полиуретановый пеноплекс. Большие щели. Я думаю, что этого будет недостаточно. Поэтому я решил утеплить все-таки двадцаткой. То есть, два раза по десять минеральной ватой. Сейчас придется вскрывать для того, чтобы там все сделать правильно. Это, конечно, будет не очень легко. Но мы должны справиться, пока идут мои каникулы. Вот результаты вчерашней работы. На самом деле, вот по этой части уже можно оценить, как это примерно будет выглядеть. И вот так вот они прибиваются друг к другу. Единственное, сейчас мне нужно определиться, чтобы они все были одинаковой высоты. Придется на этой планке сделать какую-то разметку. Если доска 15, то мантиметров 13 нужно сделать. Говорят, сейчас дождь пойдет. Но если пойдет дождь, я переберусь вовнутрь. И буду там отделывать изнутри. Доска бьется. Странно. Надо ее фиксировать. Не всегда получается с первого раза. Смотрите, эти доски встанут вот сюда. Это будет такая отбортовка для окна. Ну что ж, пошлите шлифовать. Самое интересное. Не забываем одевать очки. В глаз, если что-то попадет, будет очень больно. А можно вообще лишиться зрения. Так что техника безопасности. Я всегда забываю. Потому что сначала начинаю делать, потом вспоминаю, что очков нет. А идти уже, когда работаешь за ними, как-то неохота. Станок тяжеленный. Включаем станок. Сейчас будет шумно. Не будет. Напилил доски в размер. Напилил сразу все, чтобы меньше было труда. Сейчас прибиваю. И так постоянно нужно сменять виды работ. Потому что одним и тем же заниматься постоянно очень утомляет. Давайте прибьем. Какая красивая елочка. Но это потом все будет покрашено в цвет дома. Почти черный. Темно-темно-коричневый. Краска Tecnos. Которую мы будем еще покупать в Екатеринбурге. Вот результат. Несколько часов работы. Что, по-моему, недурно получилось. На один гвоздь прибиваю. Мы прикладываем уровень и смотрим, насколько у нас совпадает. В общем-то, ровно. Устал я немного. Вот эту стенку обшил. Здесь не обшил. Здесь не обшил. А здесь тоже обшил. Вот, смотрите, как получилось. Но сейчас для ускорения работы я решил обрабатывать все пакетно. Пакетно нарезать. Тем более, что размеры там у всех примерно одинаковые получились. Вот я сейчас напиливаю на центральные колонны. Вот это вот 44 сантиметра ровно. А вот эти вот зародыши, это 43 с половиной сантиметра. Колонны немножко отличаются по размерам, но это всего лишь 5 миллиметров. Глазу это будет незаметно. Все, сейчас напилю и сниму с них шкуру на этом станке. Все, я устал. Хочу отдохнуть, пойти. Собственно, я почти доделал то, что хотел. Вот есть две кучки досочек, отпиленных в размер. Их нужно просто прибить сюда. Скажите что-нибудь, как вам строительство? Строительство великолепно. Так красиво все получается. Но помощниками... Ты за решеткой. Так, кушать. Еще один день стройки. Сегодня очень прохладно. Смотрите, какие тучи. Светит солнце, но это обманчивое впечатление. Сейчас довольно-таки холодно. Только что вот за мной была невероятная красивая радуга, двойная. Итак, давайте посмотрим, что у нас творится со стройкой. Это вот то, что я успел сделать за два дня. Как вы помните, я напилил досочки, но прибить их уже не было сил. Вчера болели все мышцы. У меня есть изоспан. То есть уже мы можем, в принципе, делать пароизоляцию. Вот, я уже отрезал кусочек. Сейчас мы будем прикреплять вот сюда. Прикреплять пароизоляцию нужно шершавой стороной. Внутрь. Наружу гладкой. Здесь, если честно, очень сложно разобрать, где шершавая. Я так понял, что шершавая с этой стороны. А здесь гладкая. Поэтому прикрепляем ее вот так. На самом деле, лучше было это сделать под рейки, когда я еще делал рейки. Но было не до этого, я забыл просто про это. И на самом деле пароизоляции тогда еще не было. Мы ее не купили. Я думаю, принципиальной разницы в этом нет. Просто, что она будет лучше держаться. В общем, получилось как-то так. Зачем нужна пароизоляция? Она нужна для того, чтобы утеплитель отдавал влагу сюда. То есть она пропускает пар, так сказать, влагу, изнутри наружу. И здесь, за счет того, что здесь есть такой зазор вентиляционный, здесь воздух проходит и испаряет эту влагу. Самое плохое для утеплителя, когда он теряет свои тепловые свойства. Свойства теплозащиты. Теряет он их, когда намокает. Вот, собственно, пароизоляция дает возможность утеплителю высохнуть. Ох, тяжело заставить себя работать. Пол дня провалялся в кровати. Все мышцы болят. Сейчас нужно все-таки немножко потрудиться. Хочу исправить сегодня свой небольшой косяк. Здесь, видите, ушла у меня вертикаль. Что-то пошло не так. Или я сначала прибивал, вот как вы помните, все на гвозди. А сейчас попробовал все крутить на вот такие саморезы. И это гораздо лучше. Во-первых, я здесь смогу притянуть. Здесь тоже дерево, материал не трескается. С гвоздями гораздо сложнее это сделать. Действительно, трещит по швам. Вся древесина, когда бьешь, раскалывается. Ужас. Гвозди я буду делать только в тех местах, где их не видно, где потом зашивается. Если вот небольшие зазорчики есть, то я здесь смогу подтягивать вот так. Поэтому сейчас эту стенку полностью разбираем. Труд на смарку. И заново делаем. Зашил передний фасад, наконец-то. Вот, смотрите, как получилось. По-моему, выглядит шикарно. Кое-где выступает вот таким образом елочка. Но это уже зависит от того, что колонна немножко не прямая. Все-таки снизу, например, не выступает, а сверху выступает. Но, в принципе, можно всегда вот это вот заменить, добавить. Ну, если это кого-то будет беспокоить. Всегда здесь будет как зеркало. То есть, вот, в принципе, на этом месте у нас всегда стоит бассейн. Сейчас пока еще не лето, поэтому мы не поставили. Здесь можно смотреться в зеркало. Ну и, конечно, очень круто отражаются облака. На этой стороне гораздо меньше длинных досок. То есть, здесь нужно выпилить короткий отрезок вот здесь. И метровый, наверное, отрезок или полутораметровый вот сюда. Поэтому начинаем всегда с длинной части. На этой стороне у нас 3 метра где-то примерно. И получается, что доски 6-метровые, два ряда с одной доски. Ну что, давайте приступим к отделке. Идет снег. Даже, можно сказать, град. Я не знаю, что это. Только что было солнце. Посмотрите, кстати, сейчас появится солнце. А я здесь укрепил некоторые конструкции. В частности, вот эти два столбика. Почему я сделал такие отступы? Чтобы сюда ровно заложить по утеплителю. О, это пароизоляция. Я сейчас растяну ее на всю стенку. Вот, как я и говорил, выйдет солнце. И вот оно вышло. С солнышком работать гораздо приятнее. Повесил пароизоляцию наверх. Был ветер сильный. И образовался такой парус. У меня аж прям вырвало ее. Но все-таки удалось закрепить. Потом понял, что нужно открыть окно. Чтобы здесь хоть какой-то воздух выходил. Чтобы не оторвало изоляцию. Что, прибиваем здесь рейки. И уже можем приколачивать обшивку. Ну что, ставим лайк. Кстати, она довольно-таки прочная получается. Потому что, вот я даже ее пытаюсь давить на нее. Но она толщина при такой компоновке с нахлёстом получается двойная. Привет. Сегодня утро. Второе мая. Что мы делаем? Мы сегодня исправляем ошибки, допущенные в прошлом году. Строители, которые нам помогали утеплять крышу, они сделали это не очень качественно. Напихали нам пеноплекса. Пеноплекс это вот такой вот. Материал похожий на пенопласт, но очень твердый. По нему даже можно ходить. Сверху можно бетонную стяжку делать даже. И напихали его в крышу, но всего одним слоем. И чередовали утепление с минеральной ватой. Естественно, стыки никак не пропенивали, ничто не делали. Поэтому сейчас мы имеем вот такой результат. И, конечно, зимой будет очень холодно с крыши. Даже если мы стену утеплим хоть двадцаткой, хоть тридцаткой, с крыши все равно будет продувать. Вот поэтому решено было снимать потолок. Работа не очень классная. Вообще, работа с минеральной ватой. Вот нам сказали наши друзья. Мы порекомендовали нам не делать это самим. И даже подсказали работника из ближнего зарубежья. Я хочу выпить эту крышечку антифриза. За братский народ. И он нам приехал сегодня помогать. Вот он работник, вот. Его зовут Алибой. Мы наняли его для того, чтобы он разобрал крышу изнутри и уложил туда утеплитель заново. Потому что это очень неприятная и грязная работа. Я готов был сам это сделать, но мама не дала мне это сделать. Что, снимаем крышу. Заталкиваем утеплитель подальше, который там есть уже десятка. Пеноплекс выбрасываем. Заталкиваем утеплитель десятка подальше, который там есть сейчас уже. Еще снизу добавляем еще слой десятки утеплителя минеральной ваты. Вот, которая у нас куплена. Эковер. Накануне ночи нам привезли вот этот Эковер. Утеплитель. Он, кстати, по 5 сантиметров. И это оставались последние пачки. Сейчас какой-то ажиотаж, видимо, на рынке строительства. Цены поднимаются. И все дорого. Посмотрите, какой сейчас вид. Крыша в разобранном состоянии. Туда таким образом затолкали пеноплекс. Утеплитель местами стоит как-то наискосок. Пеноплекс гораздо лучше защищает от холода. Но, чтобы он нормально защищал, его нужно пропенивать места стыков. Потому что он очень плотный, твердый. И он вообще не гнется. А базальтовая вот эта вата, чем она хороша? Что она забивает все неровности, все щели. И поэтому получается гораздо эффективнее утепление. Просто какой бы ни был у вас классный утеплитель, если у вас по бокам вот такие щели, то все равно будет холодно. Ну вот, а с минеральной ватой все в порядке. Мы просто подальше туда подвинули. И здесь еще войдет, наверное, десятка такая же. Но если не войдет, то мы засунем 50-ку. Плюс вот такой вот мягкий утеплитель. Он сжимается. И будет тоже тепло. Вот я сделал укрепление. Надеюсь, что теперь никуда не денется. Это внутри дома. Они таким образом насквозь вышли мои шпильки. И теперь их нужно затянуть. Вот я специально сделал большей длины, чтобы можно было держать здесь плоскогубцами. И затягивать гайки, чтобы с той стороны не затягивать. Потому что сейчас там работает человек. Все крепко. Здесь даже вошло вот в древесину. Надеюсь, теперь не свалится крыша на голову тем, кто будет там обедать. Сейчас прикручивают последний лист. Наконец-таки. Я помогал человеку держать эти листы. Потому что он работник один пришел. Один он, конечно, бы это не сделал. Так же, как я бы не сделал это один. Глядя на эти мучения, мне нужно только порадоваться, что мне не пришлось делать это самому. Во-первых, утеплитель. Вот у меня, я даже чуть-чуть к нему прикоснулся. У меня все пальцы уже в каких-то травмах. Я не знаю. Можно сказать, что работа завершена. С потолком покончено. Переходим к правой стороне. Сейчас нужно зашить пароизоляцией. И я уже подготовил специальные рейки направляющие, по которым пойдет обшивка. Вот они. Обрезал в размер. Обратите внимание, первый ряд зашит. Был небольшой перерыв в стройке. Я лежал в больнице. Вот сейчас я вернулся. И вчера вечером я сделал вот столько. Обшил эту сторону. Сейчас в доме нет электричества. Отключили почему-то. Кстати, отключили только этот дом и соседний. Я думаю заняться внутри утеплением. Потому что крыша, как вы помните, у нас уже утеплена. Осталось утеплить стены. Я был в больнице в Екатеринбурге. Лежал. И там же купил на обратном пути. Заехал в строительные магазины. Купил краску. Для фасада я приобрел Tecnos Woodex Classic. Раньше мы красили краской, которая называлась Woodex Eco. Она на водной основе. Стоит на полторы тысячи дороже, чем вот эта. И поэтому было принято решение купить эту. Эта у нас не на водной основе, а на растворителе White Spirit. На самом деле у нас весь дом покрашен такой краской. Но она действительно очень круто. Сохраняет дерево. Вот это уже покрытие держится лет 7, наверное. Также я купил для внутренней отделки, то есть имитации бруса. Ну и это Ticcurillo Picotejo. Это у нас акриловая краска для внешних работ. То есть для окраски белых элементов. Ну, белые элементы, соответственно, это вот такие элементы. Здесь у нас будет такая декоративная вставка из доски. Соответственно, ее нужно будет покрасить в белый. Я уже начал. Две доски положил с угловым спилом. Ну, соответственно, сегодня нужно было зашить вот эти вот часть оставшуюся. Кстати, у меня окончается доска. То есть осталось всего вот там две доски, но они все порченные. Посмотрите, какого ужасного качества. Вот видите, идут трещины вдоль доски. Соответственно, такую доску я, наверное, не буду туда применять. Я ее лучше разрежу, куда-то сделаю вставки. Ну, а эта доска вообще ужасная. Смотрите, какие трещины. Сейчас мы пришли на лесопилку. Дело в том, что нам немного не хватило досок. Нам нужно еще штук 10 примерно. Вот. Ну, сейчас очень дорогая доска, поэтому мы решили взять не кондицию. Итак, вот мы взяли такие доски. Они, хоть и не кондиция, но с одной стороны они нормальные. То есть одна сторона у них может быть вот с таким обзолом, поэтому отшлифовать одну сторону вполне можно. В общем, вот эти доски. Сейчас я положил их на солнце, чтобы они просохли и через какое-то время уже можно будет обрабатывать нашим станком. Я приступил к утеплению. Смотрите, как укладываем. В разбежку нужно укладывать листы вот этой теплоизоляции. Я уже начал укладывать второй уровень. Укладываю. Пока вот мелкие штуки, это обрезки, которые остались от потолка. Утепляем проем двери. Мы берем, вставляем вниз. Немножко под углом сначала заправляем эту часть ватой. Небольшие отверстия можно запенивать пеной, чтобы совсем нигде не проникал воздух. Осталось прикрутить четыре угловых досочки. Одну уже выпилил. Все, готова целая стена. Это кстати единственная это единственная стена, которая готова полностью. Ой, в общем, так шикарно все. Мне так нравится. Вот это с таким нахлестом сделанное дерево. Это, конечно, очень интересно. Скриба была готова, чтобы я там хозяйничала. Сегодня я утеплял дом изнутри. Вот эта часть дома я ее поделил ровно по 60 полочки сделал. Для того, чтобы закладывать утеплитель по длине и по ширине ровно один утеплитель влазит сюда. Также здесь сверху я тоже сделал полочку и уже вложил туда один утеплитель. Всегда делал 59, то есть утеплитель у меня 60 и чтобы он вставал в натяг расстояние каждой ниши должно быть где-то 59 сантиметров. Что, постепенно движется утепление? Эта стенка уже часть утеплена, та стенка тоже. Ну и что, останется только здесь вложить вот в эти столбы промежутки между окнами. Кстати, при работе с утеплителем лучше одевайтесь полностью в одежду, чтобы рукава были полностью закрыты, перчатки, потому что это жесть. Она потом все будет чесаться, особенно если у вас нежная кожа, то все будет очень чесаться, будет страшно смыть, это можно только через несколько дней сойдет. Все будет в таких микротравмах, потому что это мелкие волокна камня, так что будьте осторожны с ним. Уже у нас закат, пора сворачивать работу на сегодня. Завтра продолжим. Привет, сегодня 12 мая, давайте посмотрим, какие у нас успехи. Сегодня я рассчитываю доделать этот фасад. Я уже сделал вот такие верхние перекладины для окон. Карандаш купал. и сейчас взял доску одну, наметил на ней вот такие вырезы и начинаю вырезать. Смотрите, вот один уже вырезан. Она как раз ляжет на эти верхние перекладины. И как все в этой жизни бывает совершенно спонтанно к нам пришел наш друг Марьян с бензопилой. Прямо сейчас мы выпиливаем дверь. Он обещал нам пропилить проход из основной части дома в новый пристрой. Марьян пришел и сразу же задело, сразу стал пилить. хотя сзади у меня были еще не убраны провода. Там под напряжением шли провода. Один вообще идет от линии электропередач, а второй как оказалось проходил снизу в плинтусе и там тоже было напряжение. Буквально в последний момент успел убрать я все это. Привет! Привет! Человек, стройная, не для нас ебли. Случай, стройная. Это же ужас! Ой! Ой! Этот Марьян! Ужас! Марьян! Это было очень эффектно. Марьян! Ура! Дверь в Европу! Сегодня 14 число, 14 мая. Давайте расскажу вам, что сделано на сегодняшний день. Утепление почти заканчиваю. Осталось здесь стоять небольшой кусочек. Дальше здесь вот тоже все сделано. сделано все на этой стороне. Вот тоже пару кусочков тут доставить и будет готово. Да, вы видите, что я теперь стал использовать маску, полностью одет, потому что очень тяжело потом отмываться, все чешется, хоть это и не какая-то там стекловата, очень-очень все колется. Смотрите, какой есть лайфхак. Когда вы надеваете очки, маску, у вас парится все лицо и иногда у вас начинает чесаться что-то в районе глаз. Как почесать? Смотрите, если у вас есть очки, то можно почесаться, например, дужкой, потому что руками чесаться не вариант, но можно почесаться дужкой от очков. Вот, если у вас чешется, например, глаз даже, берете и зачасываете. Вот у меня чешется вот эта щека. Все, и можно дальше работать. Данил прибивает последнюю доску. Последние две доски. Последние две доски в оформлении пристроя. Он все очень аккуратно делает, старается, говорит, для себя же. Комары кусаются, лето, жара, май месяц. Итак, последняя досочка. Устал уже, уже руки не держат, ни доску, ни шуруповерт. Данил по-польски ругается. Курба! Последний шуруп. Идем пить шампанское. Ну все. Ну все, ура! Победа! Решил я здесь не зашивать вот так полностью всю вот этот свет с крыши. Вместо этого я сделал вот такие вот направляющие. Сейчас я последнюю прикручиваю. Здесь просто пойдет обшивка вот таким же образом все пространства я заложу утеплителем. Я вырезал утеплитель и сейчас будем туда его вставлять. Данил заканчивает работу с утеплителем. Ну вот наконец-то я закончил с утеплителем и пароизоляцией. Вот здесь уложил много слоев утеплителя. Сверху все затянул пароизоляцией и все наконец-то можно обшивать дом снаружи. Все я думаю что завтра я уже покончу с фасадом. Сегодня пробуем красить наш дом. краска технос. Давайте попробуем. Я думаю что размазывать не нужно просто нужно покрывать. Главное чтобы она хорошо впиталась. Ну как вам кажется этот цвет похож на тот? Хотя нас заверяли в отделе красок что цвет один и тот же все будет то же самое. Как вам кажется это похоже? Вот идет процесс по краске. Финская краска технос называется технос вудекс классик. У нас тут малярша какого разряда? Нулевого. Начинающего разряда сейчас будет окрашивать нам весь дом. Какова укрывистость краски? 0,5 по цвету видите уже сравнивается с основной частью дома. Это покрытие больше нравится чем то. Почему? Ну оно как-то благороднее. Вот смотрите весь дом почти как новый, хотя покрасили уже довольно-таки давно. Ну пять лет точно назад. Из-за того что это черный цвет здесь сильно нагревается и выступает на поверхность смола. Ну мне на самом деле даже нравится. Это смотрится интересно. конечно на солнечной стороне смолы выступает очень много просто невероятное количество. Кстати смола сама тоже засыхает и превращается в какую-то труху просто разваливается. На солнечной стороне конечно выгорает поэтому если будет возможность берите более светлые оттенки на самом деле такой темный мы взяли потому что дом уже почернел. Здесь тоже солнечная сторона посмотрите какие маленькие капельки смолы уже начали выделяться. Вот видите какая бяка липкая бяка. Далее зашиваем вот эти наши промежутки деревяшками. здесь признаться я решил сделать полегче и не стал вырезать каждую здесь видите нужно было маленький такой кусочек вырезать бы такую одну длинную с небольшими такими штучками вот и соответственно там образовались вот такие промежутки в которых видна пена и я решил сделать вот такую хитрость у нас там был старый баллон черной краски и я решил просто задекорировать эти промежутки потому что там где-то пена где-то кусочек пароизоляции торчит в общем я решил взять вот так аккуратненько если там будет не белое а черное то уже в общем-то норм все немножко осталось зашить три доски всего лишь вот сюда вот в эти ниши сейчас я уже их вырезал по размеру и осталось только прикрутить вот как выглядит покрашенная стена в сравнении со старой стеной крашеной вероятно здесь конечно была не шлифованная древесина поэтому она наверное больше впитала в себя краски и получился более насыщенный темный цвет но по-моему когда я красил вот этот цвет был тоже вот такой вот шоколадный и со временем он стал прям таким черным вот и здесь места конечно некоторые видно что вот если хорошо прокрасить вот так как здесь здесь то скорее всего будет примерно такой же цвет самое радостное что я наконец завершил обшивать центральный фасад вот здесь вот все досочки прибил в промежутках ну вроде так на камеру вообще классно смотрится в живую тоже неплохо но есть к чему придраться конечно но в целом картина давайте покажу издалека как выглядит а издалека вообще прекрасно вот в такой коричневый цвет все покрасится полностью и будет вообще все классно сегодня укрепляем проем двери вот смотрите каким способом конечно выглядит это не очень но зато будет прочно я здесь навкручивал такие шпильки с гайками сейчас мне нужно их отрезать все дверь установлена 19 мая что у нас сделано у нас ставлена дверь также я обтянул пленкой ну конечно еще не все вот эти места не сделал но в целом все обтянуто пленкой и уже даже есть направляющий для обшивки имитации бруса вот этой стены этой всей огромной стены вот ну конечно придется ее делать вот на таком отдалении от стены потому что стена уж очень неровная и есть вот такая вот сверху балочка и нужно ее тоже закрыть поэтому так сложно все сегодня весь день я занимался прокладкой коммуникации вот это у нас горячая вода это холодная и сейчас я мучаюсь пытаясь просверлить шуруповертом вот такое отверстие для канализационной трубы то есть вот эта труба должна ставиться вот сюда почему такое большое отверстие сделал потому что коронка под эту была сломана вот она здесь прокручена и в общем прокручивается и она деформирована видимо кто-то уже паутерствовал до меня мои инструменты вот шуруповерт молоток и стамеска теперь нужно попробовать с этой стороны продолбить отверстие камера не передает запах но шуруповерт очень плохо пахнет все отверстие я пробурил смотрите я бурил с той стороны с этой и отверстие чуть-чуть не совпали довольно-таки серьезно не совпали но как вы видите это не помешало трубке она действительно входит и хорошо там сидит 20 мая сегодня я предпочел обшивать вот эту ужасную стену выставил направляющие сейчас самая большая сложность это выставить их и по горизонтали в один уровень и по вертикали в один уровень у меня есть хороший ориентир вот собственно вот эта доска я думаю что можно смотреть чтобы она была параллельна этой доске то есть немножко брать и поддавливать в места где она не совсем ровная смотрите здесь я уже зашил 6 досок и начал обшивать левую сторону здесь 3 доски уже предел работать с имитацией бруса одно удовольствие непросто потому что все-таки это дерево и оно деформируется и потом сложно одну в другую подгонять то есть во-первых могут быть неровными вот эти вот бороздки надо очень внимательно следить сразу когда отрезаешь посмотреть ровно ли вот этот паз потому что где-то могут попадать свечки где-то вообще он на заводе может куда-то уйти при обрезке капризный материал постепенно мы приближаемся к финалу зашить конечно еще много осталось посмотрите сколько уже зашито смотрите я сделал даже с этой стороны но признаться здесь было очень непросто сделать потому что вот эти вот штучки маленькие выпиленные если их напрямую саморез в них вкручивать то они начинают трескаться вот в итоге мне пришлось взять маленькое сверло сначала насверлить в каждом отверстие и уже после этого их прикрутить особенно классно смотрится это окно вот как я хотел мне не хотелось сделать здесь какие-то уголки накладки вот а вот такая технология мне больше всего понравилась здесь тоже есть небольшие щели конечно какие-то допускаются здесь вот ну надеюсь что потом когда будем красить все это скроется в итоге что сегодня продолжим как-то здесь зашивать и конечно самые сложные места это вот здесь нужно будет подрезать под углом очень много дней труда и посмотрите что уже почти готова одна стена планка последняя подрезанная она еще не окончательно установлена то есть вот здесь она у меня не вошла в пазы здесь часть стены большую часть стены уже я сделал досок осталось не так много вот я надеюсь что хватит но если не хватит придется докупать прошла ночь как я установил эту планку но сначала она конечно не подошла и тут ее было очень сложно установить какая проблема всегда у этих вагонах проблема в том что они усыхаются и вот эта бороздка с пазиком в которую должна входить вторая доска они конечно же усыхаются и становятся разных размеров и иногда она не входит так вот здесь похоже была та же история пришла мысль просто подрезать заднюю бороздку смотрите вот он паз и вот эту заднюю штучку я просто взял нож и вот таким образом вот это все взял срезал доска она как накладка и она прекрасно туда встала теперь так что берите лайфхак смотрите стена готова наконец-таки я ее доделал и сегодня у нас происходят покрасочные работы вот маляр красит у нас стенку дюфотекс аква это лак на водной основе колерованный в белый цвет для чего мы это красим вы скажете что дерево и так же красиво дело в том что потом дерево пожелтеет ужасно пожелтеет а вот это вот покрытие оно сохранит его белизну но останется текстура дерева если дерево не красить не обрабатывать таким лаком то оно будет вот такого вот желтого противного цвета легким движением моей руки дерево превращается в более благородное красивое элегантное а я тем временем буду докручивать в места где не докрутил еще саморезы на самом деле почему я не везде вкручивал саморезы потому что доска вот эта вот имитация бруса она очень капризный материал и везде вот эти неровности идут очень сложно одну в другую вставить и я фиксировал только в начале в конце ну и по центру для того чтобы это все хорошо подошло друг к другу но сейчас в некоторых местах где-то я выкрутил даже чтобы оно плотнее вставало там друг с другом они все играет это дерево живой материал вот сейчас докручу купили больше килограмма саморезов сегодня я делал освещение не пугайтесь это временное освещение на самом деле здесь будет в будущем такой светильник паук лофтовый светильник паук произведем первый запуск освещение в комнате раз и все и вся комната наполнилась цветом это хотя бы для того чтобы можно было здесь нормально работать 30 мая что у нас готово посмотрите я сделал часть четвертой стены одну колонну осталось еще три штуки так что теперь дело техники вот это я сделал буквально за полчаса сегодня я постараюсь сделать четвертую стену и это будет уже конец отделки внутренней четыре стойки готовы теперь осталось сделать только сверху единую сложную закрывающую доску как вы думаете чего не хватает фасаду конечно же нужно доделать углы посмотрите какие они сейчас безобразны вот я для них уже приготовил вот такие вот накладки сейчас они высохли недавно их покрасили вот они такие высохшие лежат собственно теперь их нужно просто прикрутить давайте приступим как вы видите на месте стоят белые уголки с той стороны конечно же тоже вот еще один белый уголок а что у нас здесь это фонарики хочу вас предостеречь вот от такой беды это малярный скотч который я наклеил для того чтобы не запачкались окна но смотрите на солнце он поставил буквально недельку и что с ним стало он теперь отклеивается с большим трудом весь присох смотрите включайте обычный фен и все прекрасно отходит уже не знаю какой день запутался больше месяца уже точно что мы делаем сегодня сегодня я уже установил отливы вот такие коричневые тоже неплохо смотрятся и внешне это выглядит довольно таки сносно вот может быть не так уж приглядно но функционально я сижу в беседке жарю шашлыки а это значит что стройка закончена это строительное лето подошло к концу и давайте подведем итоги что все-таки у нас получилось вот наш пристрой все облицовано все уже покрашено вчера были установлены мною вот эти светильники которые включаются от движения вот так они работают ночью вот подхожу подошел и сразу загорелось оцените мои старания снаружи вот все приделано все сделано единственное что недоделано осталось козырек крыши вот но здесь нужно срезать вот эти вот деревяшки ровно срезать так вот горизонтально и подшить потому что сейчас вот с этими фонариками видно что сделано на черновую это обязательно нужно будет доделать там внутри уже стоит мебель и даже ковер но это мама уже не удержалась вот так сейчас все выглядит вот там чуть подальше будет сделана кухня и уже станет совсем полный вид на этом стройка закончилась мне нужно было уезжать в Санкт-Петербург смотрите в следующем ролике как мы циклевали пол как обживали новое пространство и обзорную экскурсию по дому подписывайтесь на канал Санкт-Петербург чтобы не пропустить новый ролик он выйдет совсем скоро записывайтесь на канал бахайте колокольчик Санкт-Петербург